Ребята, всем привет! Мы что, у нас с вами новый влог. Мы сейчас с моей подружкой Машенькой идём на выставку картин и скульптур. Я очень жду того, что мы там увидим, потому что я знаю этого автора и никогда не была на её выставках. Мне будет очень интересно познакомиться с её творчеством жизни. Мне кажется, будет очень интересно. А Маша, моя подруга, она для меня всегда лицетворение чего-то такого творческого, какая-то такая муза, полёт. Мне кажется, что лучшего напарника в походе в какой-то музей или на выставку просто не найти. Но вы только посмотрите на эту красавицу. Невозможно насмотреться. Мы сейчас с Машей были в Хлебном. Помните, я вам как-то показывала это место? Мы сейчас немножко в другом филиале. У нас вообще этих Хлебных очень много по городу. Обалденная сеть. Куда ты не придёшь, везде есть какой-нибудь Хлебный. А ещё сейчас я вам покажу заведение. Мы в центре сейчас находимся. И вот это у нас очень популярное кондитерское. Называется Милбар. И каждому сезону или празднику они очень красиво украшают свою витрину. Сейчас видите такой осенний лес. И внутри там очень-очень вкусные десерты. Ну что, мы с Машенькой уже пришли на выставку. Вы знаете, я была уверена, что мне здесь понравится. Но я даже не думала, что настолько... Я видела все эти работы в Инстаграме. Некоторые, некоторые нет. И только придя сюда, я максимально глубоко и чувственно прониклась этим творчеством. Это просто прекрасно. Мне очень понравились текстуры. Посмотрите, здесь есть и очень красивое сияние в сочетании с матовым маслом. В этом есть такая атмосфера, которая передается от картины. Мне очень нравится. Вот эта картина мой фаворит. Можете внимательно рассмотреть. Еще здесь есть потрясающие скульптуры. Маша, моя подруга, сказала, что скульптуры ей понравились больше всего. Мне очень понравился смысл этой картины. Как вы думаете, про что она? Ну что, ребята, вчера была просто супер-классная выставка. Потом я пошла на танцы. Я вам дальше покажу видео, как я вчера танцевала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне так нравится. Во-первых, у меня очень получается танцевать филс. Как мне кажется, просто по моим таким внутренним ощущениям я чувствую себя очень свободно, легко. Я не чувствую каких-то зажимов. И когда я выхожу в тренировке, у меня есть вот это самое главное чувство о том, что классно, я сегодня сделала что-то очень красивое. Поэтому вчера у меня был день наполнен творчеством. Сначала такая выставка живописи, потом танцы. Сегодня у меня должен был быть день, посвященный документам. Потому что вы помните, что мне исполнилось 25 лет летом, и я до сих пор еще не поменяла паспорт. Да. И в скором времени я хочу полететь в Рим. Сейчас будет Черная пятница. Это самый сложный такой день в году для любого человека, который связан с коммерческой деятельностью. У меня в магазине будут просто сумасшедшие скидки. И вот я думала, потом обязательно куда-то полететь и отдохнуть, потому что это время, когда ты неделю. Потому что Черная пятница, она обычно начинается с понедельника и по пятницу идет. Ты неделю вообще не спишь, не ешь. Ты только занимаешься этими заказами, отправками, логистикой, поставками, наличием. Ну, в общем, кружится голова. Это режим вот абсолютно без сна. И я точно знаю, что после Черной пятницы я хочу куда-то полететь и отдохнуть. Сначала у меня было в планах полететь в Дубай. Мне очень нравится погода там именно в это время года. Мне кажется, она там просто безупречная. Там очень тепло, но при этом не жарко. Очень классная температура моря. В общем, все прекрасно. Но после того, как я вчера побывала на выставке, я поняла, что мне так стало хорошо после того, как я увидела все это искусство. И поскольку второй мой вариант был полететь в Рим, в Италию, я почувствовала, что, наверное, сейчас то самое время, когда мне нужно полететь в Италию. Во-первых, сейчас туда супер выгодные, дешевые, прям дешевые, дешевые билеты. Во-вторых, там сейчас очень красиво будет перед Рождеством, все будет украшено. Ну, мне кажется, это очень хорошая идея полететь туда именно в декабре, в предрождественские дни, когда начинается вся вот эта волшебная-волшебная суета. Ну, и в этом случае было принято мое решение полететь в Рим, когда моя подруга Саша, с которым мы отдыхали в Грузии, увидела, что я туда планирую лететь. Она тут же мне написала, что я хочу с тобой. Все, поехали. Я тоже очень хочу побывать в Италии. Давай посетим это вместе. И сегодня мы уже выбрали билеты, мы выбрали себе жилье, так что ждите очень красивые тревел-блоги, потому что в Италии я была много раз. Я очень хорошо знаю, о чем вам рассказать. Я очень хорошо знаю, как вам продемонстрировать Италию. От гастротура, потому что там вкуснейшая еда, до эпохи Возрождения, скульптур, картин. В общем, будет очень-очень красиво, и я думаю, что будет по-особенному, так по-рождественски, магически. У меня возле дома открылся новый хлебный, поэтому я сегодня впервые с удовольствием сюда пришла. Честно говоря, я не могу вам сказать, что я прям часто посещала раньше это место, хотя это очень популярный... Я даже не знаю, как это, это ни кофейня, ни ресторан, но это просто очень классное такое пространство, куда вы можете прийти, расслабиться. Здесь все очень современно, потрясающее меню, много классных напитков. Мне здесь очень нравится авторский чай, помните, я вам делала обзорчик как-то этого места, когда мы гуляли с подружками. И я сейчас заказала себе вот такой фирменный чай с черникой, по-моему, он очень-очень вкусный. Ну и продолжая свой рассказ о подготовке к путешествию, я поехала делать паспорт, потому что мне нужно привезти в порядок документы для въезда в Италию. И, представляете, я ехала в полгорода. Киев, это большие очень расстояния, у нас в среднем занимает где-то 40 минут, чтобы добраться из одной точки в другую, то есть ты где-то не прям так уж далеко едешь. И вы представляете, я приехала, я не взяла свой старый паспорт. С одной стороны, очевидно, ну, конечно, его надо с собой взять, ты же едешь паспорт, как поменять. Но с другой стороны, я подумала, кому он нужен, он просроченный, он даже мне в электронных документах, где вообще не подтягивается, как будто бы его уже просто не существует. И я не думала, что бумажный вот этот паспорт кому-то надо. В общем, завтра я снова поеду утром. Ну, я здесь сегодня даже немножко похорошилась, я думала, он был делать фото, и я так раз. Потому что, когда я делала свой загранпаспорт, кстати, я не подумала над тем, что надо сделать фото. Видите, я вообще такая не очень внимательная была. И я была вообще без макияжа, у меня была дурка на голове, я так и сфоткалась. Это же на 10 лет фото. И представляете, сейчас, когда я прохожу таможню, иногда вот так вот переглядываются эти таможенники и говорят, посмотри, это она или не она на фото. Причем даже я могу быть без макияжа, просто там с чистыми волосами, с какой-то прической. Посмотрите, как здесь уютно. Я вот думаю, может быть, мне тоже взять какой-то сэндвич. Здесь у меня тоже по QR-коду. Но также есть вот такая аппетитная витрина. Это то, что не нужно ждать, а можно забрать здесь и сейчас. Знаете, я в последнее время поняла, что я не очень люблю сладкое. Мне просто больше нравится привычка того, что после какого-то плотного обеда я, знаете, себе беру и вот такая чай делаю, и нужно после соленого съесть что-то сладкое. Я осознала, что это не больше, чем просто какая-то пищевая привычка. И я действительно с тех пор стала заменять вот такие сладости на другие. И, кстати, я на это все смотрю, и мне вообще не хочется. Хотя раньше я просто была булочным человеком. Недавно смотрела интервью Оли Серябкиной. Она рассказывала там о том, что когда отказываешься от сладкого, можно классно похудеть. Не то, чтобы я хотела похудеть, мне нравится очень, как я выгляжу, мне нравится, как выглядит моя фигура. Недавно в Инстаграме одна девушка написала мне о том, что у меня очень выделяется живот, и что я должна его прикрывать какими-то объемными кофтами. Меня это не обидело, я вам честно скажу, потому что я просто считаю, что у каждого вот эта красота — это такое субъективное понятие. Для меня, в принципе, нет такого, что вот худая девушка — это красиво, а другая девушка — это некрасиво. Я очень люблю женщины. Для меня уникальность в их проявлении, в энергетике, но не в этих стандартах. Тем более сейчас такой отфотошопленный мир. Я уже и сама иногда забываю, как выглядит реальная кожа. И реальные люди, когда на себя смотрю, думаю, блин, что-то у меня поры есть. А потом, думаю, действительно поры должны быть у всех. Поэтому у меня нет такой идеи похудеть. Мне правда нравится, как я выгляжу, но мне бы хотелось немножечко больше позаботиться о своем здоровье для того, чтобы моя фигура от этого тоже выглядела лучше. Ну что, попытка сделать паспорт номер два. Я приехала уже в другой паспортный стол. Сейчас буду искать, где он. И попробую сегодня сделать паспорт. Мне выдали номерочек. Вот я сижу. Вот табло. На нем, видите, три минутки, и меня должны вызвать. Буду узнавать, какому оператору. Тут очень красивый паспортный центр. Смотрите, как все замечательно. Такая большая детская комната. Все очень красиво разрисовано. Вот так. И вызывают к инспекторам. Проходишь, там нужно фотографироваться. А тут могут играть детки. Ну что ж, сейчас мне буду делать фото на паспорт. Я сегодня сделала себе такую простую укладку. Просто вытянула волосы, потому что я не хотела делать вот эти кудряшки. Все-таки каждый день ты ходишь... Ну, надо быть максимально похожей на себя. На макияж все-таки я сделала, чтобы фотография нравилась. Там лежит мой старый паспорт. Его сейчас продырополят и отправят на утилизацию. Ой, все. Сейчас будем фотографироваться. Вот там, видите, мои старые документы отсканировали. Мой старый паспорт лежит. А вот здесь, видите, звезды, которые делали себе паспорт в этом отделении. И они благодарят отделение. Вот так в каждом паспортном сервисе. Честно говоря, я думала, что это займет дольше по времени. И когда я увидела, что там до трех минут, я думала, ну, наверное, минут сорок буду сидеть. Знаете, бывает, это в трех три минуты, и держится, держится долго. Но нет, меня очень быстро вызвали. И, представьте, я даже забыла идентификационный ход. Я, честно говоря, даже не знаю, где он. И мне сказали, что можно просто выслать фото на почту. Я очень этому рода. Вот смотрите, какая у меня получилась фотография. Такая будет на паспорте. Смотрите, какой классный паспортный стол. Тут даже есть кафе. И там вот карта Украины. Очень много окошек. Все так быстренько мне сделали. Все, я была последним посетителем. Представляете, так приятно мне в паспортном столе. Девушка сказала, что он смог мой влог. Ну, вам передаю привет. Ой, очень было это приятно. Сейчас я вижу юзку. Вообще, у меня уже через час будет танцевальная тренировка. Мне нужно успеть поесть обязательно перед этим. Потому что нельзя идти голодной. Это же очень сумасшедшие нагрузки физические. Ну, серьезно, это же классное кардио. Мне нужно обязательно поесть. Как-нибудь поднять свою глюкозу. Но я не могу не зайти в юзку. Потому что это, наверное, чуть ли не единственный магазин лацендериера, в котором я еще не была во время моего ремонта. А тут, кстати, всегда очень хорошие цены. Приветик. Смотрите, есть вот такой передвижной столик. Это, кстати, очень классно. Допустим, вы делаете завтрак и подвозите такой столик к своей постели. Завтракаете в постели. Но ничего не пачкаете, потому что здесь стоит вся еда. И можно смотреть телевизор. Как вам? Смотрите, уже все готовится к Новому году. Свято наглажается. Ой, смотрите, какие прикроватные тумбочки. Они очень в цвет моему ламинату. И стоят всего лишь 800 гривен. Представляете, я вообще таких цен не видела на прикроватные тумбочки. Представьте, что они стоят рядом с моей постелью. Как вы думаете, будет хорошо смотреться или не очень? Мне очень нравится, что здесь есть выдвижная тумба, потому что до этого я смотрела такой стеклянный столик. Он красивый, но вовнутрь ничего не спрятишь. А я хочу возле кровати держать ноутбук. Ну, всякое такое. Вот еще, посмотрите, очень симпатичный настенный шкафчик розового цвета. Мне кажется, мне бы такой очень подошел на кухню. Как вам? Ну, хочу вам сказать, что в юзке цены поднялись. Когда я была здесь последний раз, это, правда, было действительно уже давно, здесь все было гораздо бюджетнее. Но все красивенько. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Я уже перееду домой в течение двух недель. Представляете? Ой, одновременно радостно, но почему-то груз-груз-грузно. Как поется в известной песне. Почему? Потому что мне нравится жить у мамы. Мы так немножко грустим. Но мы пока договорились, поскольку моя мама тоже видит свой YouTube-канал. Я же ей снимаю видео. И что я могу приезжать, например, оставаться на выходные. Я же пока девушка свободная. Времени свободного куча. Выходные дни могу у них там ночевать. И мы будем вместе снимать контент. И вот пару дней в неделю будем проводить вместе. Как вам такая идея? Стульчики похожие на те, которые у меня в квартире. Я свои покупала в Эпицентре. Мои стоили дороже. Эти по полторы тысячи за штучку. Смотрите, еще тут есть столы. Кстати, довольно большой выбор. И комодов. Разные-разные обеденные. Мне, кстати, многие здесь нравятся. Белый, смотрите, такой из гарнитурчик. Вот такой. Ну, мне больше, конечно, нравится дерево, потому что дерево всегда создает уют. Очень классно комбинировать дерево с зелеными какими-то цветками. Смотрите, очень много комодов есть разных. Ой, вот смотрите, бархатный стульчик такой есть. Вот он в сложенном виде. Мне кажется, что он смотрится довольно классно. Он стоит всего лишь 450 гривен. Хорошая цена. Смотрите, уже пошли новогодние интерьеры в ход. Мы с вами тоже обязательно будем украшать мою квартиру. Смотрите, здесь елочка стоит 2000 гривен. По-моему, очень хорошая цена. Она такая пышная, довольно большая. Красивая, зелененькая. Ой, смотрите, какие красивые приборчики. Мне бы такие очень подошли к моему интерьеру. И обязательно нужно будет купить свечи. Я, кстати, не помню, говорила вам или нет, но я раньше коллекционировала свечи. Я их очень люблю. Вообще считаю, что это идеальный подарок. Какая-то очень классная арома свеча. Мне кажется, она обрадует любого. Смотрите, какие классные гачки для того, чтобы вешать полотенце. Мне кажется, в мою ванну такие подошли бы просто идеально. Я, видите, немножко поспешила и повесила классически. Ну, в принципе, все можно поменять. Как вам? Мне кажется, они просто подойдут безупречно. О, знаете, что я вспомнила? То, что мне необходимо посмотреть ручки на двери. Я же заказала себе гардеробные панели. А ручки я должна купить отдельно, ну, чтобы выбрать себе по дизайну. Может, мы с вами здесь их найдем? Смотрите, какие уютные искусственные свечи. Конечно, лучше, чем натуральный огонь, нет ничего. Но когда в квартире есть такая иллюминация, когда выключен свет, это тоже очень романтично. Видите, тут есть все, и подушечки, и одеялко. И вот, смотрите, какие есть приятные прикроватные столики. Вот такого плана. Видите, кавовый стилет. Я смотрела себе как прикроватный, но там он был со стеклом. Тоже красиво смотрелось. Для меня это очень высоко. Я так ничего не вижу. У меня маленький рост, 160. Я просто смотрю вверх, я не понимаю, какие там столики. Поэтому было бы круто, если бы они все-таки стояли внизу. Всякие навесные полочки симпатичные. Небольшие комодики. Итак, есть вот такое зеркало. Смотрите, оно большое, в полный рост для того, чтобы когда ты наряжаешься перед выходом, ты мог себя увидеть, рассмотреть все свои луки. Как вам? Большое зеркало. Ну, вы знаете, я просто думаю над тем, чтобы купить себе зеркало вообще без рамы или в такой тонкой золотой современной. Ой, я так долго себе выбирала шкаф, что я теперь просто не могу на них смотреть. Но здесь есть неплохие варианты, смотря какой стиль в квартире. Ну что, ничего такого вау, вау, вау я не увидела. Но есть неплохие элементы интерьера, которые можно будет потом приобрести. Ну все, теперь лестница. Буду отключаться. У меня, кстати, раньше была фобия лестниц. Не помню, говорила вам или нет. И я очень боялась спускаться. Фух, ну все, покажусь вам без маски. У меня есть 15 минут на то, чтобы поесть. Где бы это сделать? Я уже даже думаю сделать преступление и съесть булку с чаем. Ой, хотя я такая преступница каждый день. Смотрите, цирк. Мы, кстати, с мамой очень любим ходить в цирк. А я в детстве. Помните, я вам рассказывала, что я ходила на курсы. Я училась на дрессировщицу и на фокусницу. Это универмаг Украина у нас. И я, наверное, знаю, куда я пойду. Тут прямо есть одна кафешка. Кстати, вы знаете, что сегодня у меня ни разу, нигде, пока никто не спросил тест. Хотя я везде хожу. По идее, у нас сейчас уже во время карантина должны везде при входе спрашивать. Девушка, девушка, дайте свой тест. А то мы вас не пустим. Кстати, представляете, в конце вот этой улицы, вот там слева, был мой первый офис. Когда-то мне было, по-моему, лет 17. И мы решили открыть с моей подругой шоу-рум или 18. И вот здесь, в конце этой улицы, слева располагался наш первый офис. Я вот так и помню это время. Мы сюда выходили поздно, вечерело. Тоже были такие дожди прекрасные. Ах! Как это было недавно! Как это было давно! Всё, вижу одно местечко. Там обычно есть готовая еда. Ты просто её берёшь. Сейчас попробуем так сделать. Просто всё остальное надо ждать. А у меня уже нет времени. Смотрите, я пришла в такое симпатичное неоновое место. Здесь всё такое разноцветное. И здесь всё из рыбы. Называется Филадельфия. Здесь роллы и боулы. Я взяла себе боул. Сказали, что приготовят очень-очень быстро. Мой боул с тунцом. И рис. Здесь, видите, есть манго, бобы, помидоры, авокадо, тунец, азиатский салат и рис. Вызвала такси. И водитель позвонил и говорит, мне, по-моему, не 10 минут, а 13. Будете ждать? Я говорю, да. Я сейчас вижу, что он так далеко. Я везде, наверное, опоздала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.